Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить, вернее, заканчиваем говорить о политической свободе. Мы, как граждане, имеем право влиять на принимаемые решения. Как минимум знать о том, какие решения принимаются в нашей стране и понимать, на что это повлияет в практической жизни. Мы очень часто, кстати, сталкиваемся с тем, что мы читаем в прессе о том, что в государстве принят такой-такой закон, он делает то-то и то-то, и мы сидим и возмущаемся. В то время, как у каждого из нас есть конституционное право повлиять на эти решения. Путем сбора подписей, путем прямого обращения к президенту, путем обращения к своему депутату и так далее. Вся проблема не в том, что мы не имеем права влиять на принимаемые решения, а в том, что мы просто не хотим этого делать. По той или иной причине мы политически пассивны. Я с этого, кстати, начинал политический блок Капли. Наша задача просто заинтересоваться, а какие же законы принимают на рассмотрении в наших законодательных органах, местных, городских или же на высшем уровне? Что там готовится? И это не закрытая информация. Мы можем посмотреть эти законы, мы можем сравнить это со своими ценностями и выразить собственное мнение. И поверьте, многие законодатели будут признательны, если вы обратитесь к ним с определенными пожеланиями и замечаниями. Как минимум, найдя единомышленников, они смогут опереться на ваше мнение, когда будут представлять ваши интересы. Но пока лоббистами в парламенте являются представители бизнеса, политических каких-то кругов и так далее. Но там нет твоего голоса. И так у тебя есть право влиять на принимаемые решения, несмотря на то, что ты не обладаешь определенными полномочиями. Субтитры подогнал «Симон»